Михаил Зощенко. Брак по расчету. Читает Геннадий Постригаев. — Раньше, граждане, было куда и как проще, — сказал Григорий Иванович, — а некоторые женихи тем все было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот приданная. — А если приданная, то опять-таки какое это приданное? Деньгами или, может быть, домик на фундаменте? — Ежели деньгами, благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять-таки иная речь. Какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный. Все видно, все понятно и нету никакой фальши. — Ну, а теперь? Ну-тика, солнце теперь, который жених, не разбери-бери, потому что у теперешнего родителя привычки такой нет давать деньгами, а которые женихи на имущество ориентируются еще того хуже. Скажем, недвижимое имущество. Висит шуба на вешалке. Ну, висит-то висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками щупать. А когда дело, то шубу эту не угодно ли комнатный жилец повесил, и вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь, перина. А ляжешь на нее, она пером набита. Вот вам и имущество. С таким имуществом крови больше испортишь. Эх, чего только не делается на свете, не разбери-бери. Я старый революционер с десятого года, во всех партиях перебывал, и то у меня голова кругом и не разбираюсь. Только есть одно, которой невесты служат. У тех без обмана. Ставка, разряд, категория. Ну, и тут обмешуриться можно. Мне вот понравилась одна. Перемигнулись, познакомились. Тары да бары, где, я говорю, служите, да и сколько получаете. Дескать, разряд ваш и ставка. Служу, говорит, на складе. Ставка такая-то. Ну, говорю, мерси и отлично. Вы, говорю, мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный, и ставка, ничего себе. Будем знакомы. Стали мы с ей кинематографы посещать. Плачу я. Да. Посещали неделю или две. Ультиматум ей ставлю. Вводите, говорю, в дом. Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка, мамочка. Папашка, эдакий старый революционер. Дочь невеста, и при ней я. Жених вроде бы. Дальше больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю. Дескать, как им живется, не туго ли. Не придется ли обронисоздатель помогать? Нет, отвечает. Насчет помощи нам не надоть. А что до приданного, не совру, приданного нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать. Ах, говорю, старушка, божий одуванчик, полдюжины или вся дюжина, там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени? Мне, говорю, ваша дочка и так нравится. Все-таки разряд пятнадцатый, льготы, талоны. Это мне вроде бы приданное. Ну, старушка, божий цветочек, в слезы. И папочка, старый революционер, прослезился. Что ж, говорит, женись, милый, если так. Ну, обручение, разговоры, вздохи. А старушка, божий цветочек, насчет церкви намекает. Неплохо бы, дескать, в церкви окрутиться. А я говорю, окрутимся и так. Я, говорю, старый революционер, не дожидаясь чистки, ушел из партии. Не могу идти против своей совести, не настаивайте. Поплакала старушка. И папаша, старый революционер, прослезился. Однако соглашаются. Женились мы. По утрам молодая красивая супруга отбывает на службу, А в четыре назад возвращается. А в руках у ей сверток. Ну, конечно, снова нежные речи. Дескать, вставай, Гриша, пролежнее пролежишь. И опять слезы счастья и медовый месяц. И вот длится эта дискуссия два месяца по новому стилю. Но только однажды приходит молодая красивая супруга без свертка и вроде рыдает. О чем, говорю, рыдаете? Не потеряли ли свертка, обрани создатель? Да нет, говорит. Что значит сверток? Уволили меня по сокращению. Да что вы, говорю, помилуйте? Да, говорит. Позвольте, говорю. Я от вас приданого не требую, но, говорю, на службу я ориентировался. А молодая супруга неутешна. Да, говорит. Уволили, как замужнюю. Помилуйте, говорю. Да я сам на вашу службу пойду, объяснюсь. Это немыслимо. И вот надел я поскорее штаны и вышел. Прихожу. Заведующий, этакий старый революционер, с бородкой. Я ему под лицу объясняю всю подноготную, а он уперся и говорит. Ничего, говорит, не знаю. Я ему про преданное, а он, говорит, семейные дела не касаюсь. Я говорю. Я тоже, говорю, старый революционер с пятого года. А он из помещения просит честью. Ну, попрощался с ним и домой. Прихожу. Супруга сидит и не плачет. Что ж, говорю, плакать перестали. Я, говорю, на вас женился, а вы сокращаетесь. Беру ее за руку и идем к мамаше. Спасибо, говорю, за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали и баста? Ну, старушка, божий одуванчик в слезы. И папашу, старый революционер, прослезился. Все, говорит, от бога. Может, говорит, и так проживете? Хотел я папашке за это по роже съездить, да воздержался. Еще, думаю, в суд стерва подаст. Плюнул я другу в жилетку и вышел. А теперь я развелся и ищу невесту. Актер Рассказ этот истинное происшествие случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель. Вот что он рассказал. Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был, в театре играл, прикасался к этому искусству. А только ерунда, ничего в этом нет выдающего. Ну, конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают с портера. Дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь. Дескать, оставьте беспокойство, граждане, знаем сами с усами. Но, ежели подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь. Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват» из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значится, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса. Так вот, поставили эту пьесу. А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того бродягора стрясло, что, видим, не может роль купца вести. И как выйдет крампи, так нарочно электрические лампочки ногой давит. Режиссер Иван Павлович мне и говорит. Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, говорит, ты за место его сыграешь? Публика дура не поймет. Я говорю. Я, граждане, не могу, говорю, крампи выйти и не просите. Я говорю, сейчас два арбуза съел. Неважно, соображаю. А он говорит. Выручай, браток, хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы. Ну и все-таки упросили. Вышел я к рампе. И вышел по ходу пьесы, как есть в своем пиджаке и в брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, в раз узнала меня. А, говорят, Вася, вышедший, не робей, дескать, дуй до горы. Я говорю. Робеть граждане не приходится, раз, говорю, критически. Момент. Артист, говорю, сильно под мохой и не может к рампе выйти. Блюет, простите. Начали действия. Играю я в действие купца. Кричу, значит, и ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов отбиваюсь от них. Прямо по роже бьют. Ей-богу. Не подходите, кричу, сволочи. Честью прошу. А те, по ходу пьесы, это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник, восемнадцать червонцев и к часам прутся. Я кричу не своим голосом. Караул, дескать, граждане всерьез грабят. А от этого полный эффект получается. Публика дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит. Давай, Вася, давай, отбивайся, милый, крой их дьяволов по башкам. Я кричу. Не помогает вратце. И сам стягаю прямо по головам. Вижу, один любитель кровью исходит, а другие подлецы в раж вошли и наседают. Братцы, кричу. Да и что ж это? За какое самое это страдать-то приходится? Режиссер тут с кулис высовывается. Молодец, говорит, Вася. Чудно, говорит, рольку ведешь. Давай дальше. Вижу, крики не помогают. Потому чего не крикнешь, все прямо по ходу пьесы ложится. Встал я на колени. Братцы, говорю. Режиссер, говорю. Иван Павлович, не могу больше. Спущайте занавеску. Последнее, говорю, сбережение всерьез прут. Тут многие театральные спецы видят не по пьесе слова. Из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает. Кажись, говорит, граждане, действительно у купца бумажник свистнули. Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили. Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Павлович. Да что ж я-то, говорю, по ходу, говорю, пьесы, кто это бумажник у меня свистнул? Ну, устроили обыск у любителей, а только денег не нашли, а пустой бумажник кто-то в кусты кинул. Деньги так и сгинули, как сгорели. Вы говорите искусство. Знаем, играли. Монтер Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре – актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда, сами за себя говоря. Дело это произошло в Саратове или в Симбирске. Одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающей игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтеры этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал и постоишь. А в центр на стул со спинкой посадили тенора. Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно и не в фокусе. А тут такое подошло. Сегодня, к примеру, играют Руслан и Людмила, музыка Глинки, дирижер, маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами подошли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу посмотреть на спектакль. Монтер говорит, да ради бога, медам, сейчас я вам пару билетов устрою, посидите тут у будки. И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит, сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете, не могу. Монтер говорит, ах так, говорит, ну так я играть отказываюсь, отказываюсь одним словом освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сомать, а кого в центр сажать. И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит, флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потьмах не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сниматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам. Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай, ваш монтер поет. Монтер говорит. А пущай не поет, наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и смяти все время. Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является и говорит. Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай. Монтер говорит. Вот они, чертовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко. Дал он сию минуту свет. Начинайте, говорит. Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Ну, конечно, если без горячности разобраться, то тенор тоже для театра крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться, дескать, я, тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И снимать на карточку мутно, не в фокусе. Мещание Этот случай окончательно может доконать человека. Василия Тарасовича Ростопыркина Васю Ростопыркина, этого чистого пролетария, Беспартийного черт знает с какого года, Выкинули с трамвайной площадки. Больше того, мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был, ухватившись за нее двумя руками и головой, И долго не отцеплялся. А его милиция и оберстрелочник стягивали. Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров. Конечно, слов нет, А дед был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака грязно едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает, и ходить пешком ему трудно. И не может он, ввиду скромной зарплаты, Автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться, и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились. А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской, И пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает. Цельный день, думает, лазаю по стремянкам и разноцветную краску на себя напущаю, И не могу идти домой пешком. Да и, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий. И тут, конечно, останавливается перед ним трамвай номер шесть. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко с остатней краской, А сам, конечно, становит на площадку стремянку. Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты, не блестела. И в ведрышко, раз вьем краска, нельзя свои польты окунать. И которая дама сунула туда руку, сама, дьявол, ее задави виновата, Не суй рук в чужие предметы. Но это все так, с этим мы не спорим. Может, Василий Тарасович действительно, верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма. То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться совершенно, то есть отпечатки бывают. Василий Тарасович резонно отвечает. — Очень, — говорит, — то есть понятно. Раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, — говорит, — смертельно удивительно, если б без отпечатков. Тут, конечно, одна Нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает она вагон, и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. — Василий Тарасович говорит. — Трамвай для публики или публика для трамвая? Это же, — говорит, — понимать надо. А я, — говорит, — может, в пять часов шабашу. Может, я маляр. Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и оберстрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Ростопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают о полустойку и высаживают. Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя. До чего докатились. Операция Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя, как сказать маленькая, человека чуть не зарезали на операции. Оно, конечно, до этого далеко было, прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем, не такой этот человек. Но история все-таки произошла с ним грустная. Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек, не сообразил. Опять же, на операцию в первый раз явился. Без привычки. А началась у Петюшки пшенная или ячменная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года раздуло прямо в чернильницу. Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая, интересная особа. Докторша это ему говорит. Как хотите. Хотите, можно резать. Хотите, находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть перед собой эту опухоль. Однако красоты ради Петюшка решился на операцию. Тогда велела ему докторша прийти завтра. На завтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает. Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутреннее, но пес их знает, как бы ни приказали костюм раздеть. Медицина дело темное. Не заскочить ли в самом деле домой, переснять нижнюю рубаху? Побежал Петюшка домой. Главное, что докторша молодая. Охота было Петюшке пыль в глаза ей пустить. Дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка чистой мадополам. Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть. Заскочил домой, надел чистую рубаху, шею бензином вытер, ручки под краном сполоснул, усики кверху растопырил и покатился. Докторша говорит. Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшенная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол. Петюшка слегка даже растерялся. То есть, думает, прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ой-ой, думает, носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже. Начал Петюшка ящиков все-таки свою китель сдирать, чтобы, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки. Докторша говорит. Китель оставьте трогать, не в гостинице. Снимите только сапоги. Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои Джимми. После говорит. Прямо, говорит, товарищ докторша, не знал, что с ногами ложится. Болезнь глазная, верхняя, не предполагал. Прямо, говорит, товарищ докторша, рубашку переменил, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции. Докторша, утомленная высшим образованием, говорит. Ну, валяй, скорей, время дорого. А сама сквозь зубы хохочет. Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит. А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой. Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности? Но, между прочим, операция закончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь не имеет опухоли. Да и носочки, наверное, он носит теперь более аккуратные. С чем и поздравляем его, ежели это так. Мелкий случай Конечно, случай этот мелкий, не мирового значения. Некоторые людишки очень даже свободно не поймут, в чем тут дело. Непман, например, у которого, может, в каждом жилетном кармане серебро гремит, тоже навряд ли разберется в этом происшествии. Зато поймет это дело простой рабочий человек, который не гребет деньги лопатой. Такой человек поймет и очень даже посочувствует Василию Ивановичу. Дело в том, что Василий Иванович купил билет в театр. В день получки Вася специально зашел в театр и, чтобы зря не растратиться, купил заблаговременно билет в шестнадцатом ряду. Человек давно мечтал провести вечер в культурном общежитии. И в силу этого Целковый отдал, не моргнув глазом. Только языком чуть щелкнул, когда кассир монету загребал. А к этому спектаклю Василий Иванович очень серьезно готовился. Помылся, побрился, галстук привязал. Ох-ох-ох, Василий Иванович, Василий Иванович, Чувствовало ли твое благородное сердце житейский подвох? Предвидел ли ли ты все мелочи жизни? Не дрогнула ли у тебя стальная рука, повязывая галстук? Ох-ох-ох, грустные дела, скучные дела происходят на свете. А в день спектакля Василий Иванович в очень радостном, веселом настроении пошел в театр. Другие, думают, людишки, нет, на них погибели, В пивные ходят или в пьяном угаре морды об тумбу разбивают. А тут ты идешь себе в театр с билетом. Тепло, уютно, интеллигентно. И цена-то за все рубль. Пришел Василий Иванович в театр минут за двадцать. Пока, думает, то да сё, пока разденусь, да схожу оправиться, да галстук потуже привяжу, оно в аккурат и будет. Начал наш милый товарищ Василий Иванович раздеваться, глядит на стене объявление. Двадцать копеек с персоной за раздевание. Ёкнуло у Василия Ивановича сердце. Нету, думает, у меня таких денег. За билет, да, действительно, сполна уплачено. А больше нету. Копеек восемь, должно быть, набежит. Если, думает, за эту сумму не пристрою одежду, то худо. Придется в пальто и в галошах преть и на шапке сидеть. Разделся наш сердечный друг Василий Иванович, подает одежду с галошами за барьер. — Извини, — говорит дядя, — мелких мало. Прими в руку, что есть, не считая. А при вешалке как раз наоборот попался человек циничный. Он сразу пересчитал мелкие. Ты, — говорит, — что же эта собачья пасть, шесть копеек мне в руку кладешь. Я, — говорит, — за это могу в аккурат тебе галоши по морде ударить. Тут сразу между ними ссора произошла. Крик. Вешающий корет. — Да мне, может, за эти мелкие противно за твоими галошами ухаживать. Отойди от моей вешалки, не то я за себя не ручаюсь. Василий Иванович говорит. — Ты, зараза, не ори на меня. Не подрывай авторитета в глазах буржуазии. Прими одежду как есть. Я тебе завтра занесу остатнее. Вешальщик говорит. — Ты меня, буржуазии, не стращай. Я, — говорит, — не испугался. Отойди от моей вешалки на пушечный выстрел, арабская твоя личность. Тут, конечно, другие вешальщики начали обсуждать эпизод. Дискуссия у них поднялась, дескать, можно ли шесть копеек в руку совать. А время, конечно, идет. Последние зрители бегут в зал. Акт начинается. Васин вешальщик орет за своим барьером. — Пусть чай, — говорит, — и этот паразит в другой раз со своей вешалкой приходит. — Пусть чай, — говорит, — сам вешает и сам сторожит. Василий Иванович чуть не заплакал от обиды. — Ах ты, — говорит, — старая морда, — верзила мученик. — Да я, — говорит, — за эти выражения могу тебе всю бороду выдернуть. Тут Василий Иванович поскорее надел пальто, положил галоши в шапку и бросился к дверям. Бросился к дверям — не пущают в одежде. — Братцы, — говорит Василий Иванович, — милые товарищи, билет же, глядите, вот, у меня в руке. Оторвите от его корешок и пропустите. — Нет, не пускают. Тут действительно Василий Иванович прям заметался. Спектакль идет, музыка раздается, билет в руке и пройти нельзя. Поскорее разделся Василий Иванович, завернул одежду в узел. Ткнулся с узлом в дверь — не пускают. — Вы бы, говорят, еще перину с собой принесли. А время идет, музыка гремит, антракт начинается. Василий Иванович совсем упал духом, бросился до своего вешальщика. — Ах ты, — говорит, — распродажная твоя личность, глядите, какую харю наел, ухаживая за НЭПом. Еще немного, и произошла бы некрасивая стычка. Но спасибо другие вешальщики разняли. Один старенький, наиболее добродушный вешальщик подумал и говорит Василию Ивановичу. — Прямо, — говорит, — очень жалко на тебе глядеть, как ты расстраиваешься. Вешай ко мне задаром. Только, — говорит, — завтра Христа ради не позабудь принести. Василий Иванович говорит. — Чего мне теперь вешать, раз второе действие идет? Я, — говорит, — все равно теперь ни хрена не пойму. Я, — говорит, — не привык пьесы с конца глядеть. Начал Василий Иванович продавать свой билет кому попало. С трудом продал за гривенник одному беспризорному. Плюнул в сторону своего вешальщика и вышел на улицу. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделки лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич